Очередной рейд, организованный Керченским отделом потребительского рынка, на этот раз прошел на Оршинцевском рынке «Дружба». По словам главного специалиста отдела развития потребительского рынка Елены Сех, подобные рейды проводятся с целью улучшения качества торговли и предотвращения серьезных нарушений в реализации продуктов питания. Цель сегодняшнего рейда – посмотреть киоски хлебные, проверить цену на хлеб, проверить, как субъекты хозяйства не соблюдают постановление Совета министров Крым номер 212 от 11 сентября 2012 года о регулировании цен на социально значимые продукты питания. То есть торговая надбавка должна составлять не более 10% на хлеб от оптово-отпускной цены. Проверка показала, что цены на хлеб и некоторые хлебобулочные изделия не превышают 5 гривен. Несмотря на то, что по Крыму цены на хлеб поднялись, керченские субъекты хозяйства цены не повысили. Да и в хлебных ларьках Оршинцевского рынка цены не выше, чем на Центральном. После проверки рыбных, молочных, мясных и овощных рядов был выявлен ряд нарушений правил торговли, в частности использования весов, которые зачастую не соответствуют требуемым нормам и стандартам. Также участниками рейда проверялись соответствующие документы, санитарные книжки реализаторов, разрешение на торговлю теми или иными продуктами. В ходе рейда было выписано несколько протоколов по факту нарушений правил торговли. Основные нарекания со стороны Керченской санэпидемстанции вызывают отсутствие надлежащих документов, просроченные датами досмотров в санитарных книжках некоторых реализаторов, нарушения в сроках реализации рыбы и мясного фарша. В общем, как всегда, не без проблем. В подобных рейдах, ставших в нашем городе уже традиционными, выявляются серьезные недочеты и даже правонарушения. В сотрудничестве с Керченским отделом развития потребительского рынка и Керченской санстанции на рейды выезжают сотрудники правоохранительных органов. В их обязанности входит недопущение серьезных правонарушений, в частности курение и распитие спиртных напитков на территории и за пределами рынка. Однако зачастую подобных случаев фиксируется немного. Основной акцент делается на выявлении нарушений правил торговли. И, к сожалению, реализаторы не всегда готовы к подобным проверкам. Как говорится, спокойно живут от рейда к рейду. Организаторы рейдов надеются на то, что люди, стоящие за прилавком, сделают определенные выводы, и уже следующая проверка пройдет без особых проблем.